В областном центре крови есть список доноров, которые безвозмездно сдают кровь в течение 10, 15 и больше лет. Некоторые стали донорами совсем недавно, к примеру, Нургульжу Могулова. Руководитель пресс-службы ДУИС признается, оказывая помощь другим, человек становится добрее, гуманнее. А самое главное, ощущение того, что ты спас жизнь человеку, дает силы жить самому. Мне даже звонили с этого центра, с областного центра крови, что недавно одна девушка попала в аварию, и ей необходима была кровь третьей группы, положительной. Они попросили меня сдать кровь. Это частичка помощи кому-то, донорская кровь, она помогает. Сегодня около полусотни сотрудников департамента уголовно-исправительной системы стали донорами. Плюсов от кроводачи очень много, говорят медики. Прежде всего, нужно учесть, что потеря 350-450 мл крови, которую за один раз может сдать человек, не влияет на самочувствие и здоровье добровольца. Вдобавок на месте можно определить группу крови и резус-фактор, а также сдать анализы на ВИЧ, сифилис, гепатит ВС, бруцеллез бесплатно. Донорскую активность мы связываем с тем, что мы выходим на руководителей предприятий с письмами, просьбами о том, чтобы они организовали на своем предприятии кроводачи. И в сравнении с 2010 годом, 2013 году, вот этот показатель донорского движения увеличился в два раза. То есть, если на 2010 он составлял 26 предприятий, то на 2013 году он составляет 56 предприятий. Доноров в регионе стало больше. По сравнению с предыдущими годами, количество акций по донорству увеличилось в два раза. На тысячи человек выросло и число желающих помочь другим. На данный момент доноров по области больше 10,5 тысяч. Кроме того, стали практиковаться так называемые банки крови. Это когда донору Центр крови гарантирует поставку крови из запасов, сделанных человеком заранее. Помощь с компонентами крови обеспечена и родственникам. Конечно, в случае ее необходимости. Эльмира Яжанова, Сергей Калашников, программа «Факт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова